Суета московская надоела. В прошлом году здесь рос арбуз. Вот в коллекции есть томат, который привез Христофор Колумб. Аргументы и факты выкладывают материал с Сергеем. Разливаю воду. То есть я сверху вообще ничего не поливаю. Для радости души. Я не в напряг это делаю. Водоросль падает с неба, с каплями дождя. А как она там? Прививка язычком. Лайкосики, по отпусике. Все, прививка готова. Листы будут получаться намного жирнее, чем у обычного арбуза. Природный тетрис получается. Итак, это вот он, Сергей, человек, овеяный легендами, который выращивает арбузы в Тверской области. Что ты еще теплолюбиво выращиваешь? Дыньки растут иногда, томаты. Сейчас узнаем, как это делать. Большая теплица, огни, помидоры. Я так понял, это твоя самая главная любовь здесь. Ну да. Да. Сколько тут высажено отсчет? Здесь сейчас около 300 корней. Они у тебя растут. Расскажи, как вот эти красные окна в квартирах. Люди, знаешь, там покупают лампы. Да-да-да. У тебя другая система. Ты так же рассаду высаживаешь? Нет. Изначально все это происходит тоже дома, только я вот не понимаю вот эти лампы. На самом деле считаю, что это афера века. Вот эти вот розовые лампы. У меня просто обычные светодиодки, холодный свет. Все это начинается вот в таких кассетах. Семечка сажается, вырастают маленькие сеницы и через две недели я их пикирую уже по стаканам, и они уже переезжают сюда. Здесь стол с капиллярным матом, то есть лежит сначала доска, затем полиэтилен, слой ватина и сверху вот этот вот материал, как вот из-под муки, сахара, вот такой вот материал. И что получается? Я, значит, разливаю воду, то есть я сверху вообще ничего не поливаю. Да. Разливаю воду, ватин напитывается и горшки начинают подсасывать, ну, корни, то есть не каждый горшочек поливаешь, а, грубо говоря, два ведра вот сюда вылил и все полито. То есть я вот стараюсь всегда облегчить вот это все, как бы, примизировать. Мы любим тебя. Мне так хочется, потому что у нас гектар земли на двоих. А у тебя, кстати, примерно половина гектара. Ну, так. Да нет, какое здесь? Соток-двадцать. Соток-двадцать, да. Соток-двадцать. И этого хватает, чтобы полторы тонны томатов снимать, арбузов по 600 штук. Нет, 600 штук расшло на соседнем участке. Это там у меня раньше целый там был. 600 штук – это много было, очень много. Мы увидели телевидение снимает, Тверское, да, там газеты, аргументы и факты выкладывают, материал с Сергеем. Работал долго в Москве поваром. Выращиваю томаты, болгарские перцы, но у меня очень много наименований. Сельдерей, куча зелени, арбузы, дыни – все это в Тверской области возможно вырастить. Самый большой арбуз был 12-300, что ли. Ты знаменит арбузами и дынями. Я имею в виду вот этим. То есть, то, что ты смог в этих суровых наших условиях 10 мая, сидим мерзнем, арбузы и дыни у тебя растут. Но ты говоришь, любовь – твоя помидоры. Да, да. То есть, основная специализация – это томаты. Конечно. Ну, это же все ради семян делается, поэтому, конечно, это мой заработок сейчас. Семена? Семена томатов, да. У меня даже, кстати, вот в коллекции есть томат, который привез Христофор Колумб. Представляешь, насколько сделай? Да, ладно. Семена такие можно. Да. То есть, тот сорт, который тогда еще. И что, вырастет? Конечно. Уже рост, соответственно. Раз у тебя есть, значит… Не раз причем уже рост. Ты можешь себя назвать коллекционером томатов? Да, вполне. И это не то, что я придумал это словосочетание, это вообще как бы есть коллекционерами томатов? Да. Ну, то есть, это как? Вот если я марками коллекционирую, то там у меня есть редкие, там есть 19 века марки. Это примерно то же самое, да? То же самое, да. Редкие сорта, которые не найдешь, во-первых, в магазине – это раз. Во-вторых, я интересуюсь, ну, другими селекционерами, как вот, например, Брейд Гейтс есть. Вот, да, они там делают красивые. Вообще, моя коллекция настроена на необычные, красивые, вкусные помидоры. То есть, у меня там не особо много вот классических красных. Они там есть какая-то часть, но в основном это всякие изогнутые, полосатые, разного цвета, с интуцианами. То есть, там куча вариаций. Вот на данный момент у меня сейчас 250, так сказать, рабочих сортов, которые здесь можно вырастить. 250 сортов помидоров. Ты, ну, наловчился, у тебя все, каналы продажи идут, да? Семена – это твой основной важнейший, да, источник заработка? Да. Причем он круглогодичный, что приятно. Зимой берут… Нет, нет, как раз вот здесь вот есть фишка в том, что с сентября где-то по апрель семена, дальше я продаю рассаду помидоров, дальше я продаю клубнику, потом по возможности могу приторговать немного иван-чаем, тоже вот делаем, ферментируем, все. И вот так вот. И потом переходишь уже в осень. В осень опять семена. Вот такой круг. Кстати, они почему-то вот так все растут? Это вот что такое за спец. Ну, это из-за того, что я на ночь накрываю, и им уже, ну, их высадить надо, они уже переросли на самом деле. Переросли, да? Ну, потому что такая весна выдалась. Ну, да. Ну, в целом это не проблема для них или чем это же не важно? Нет, нет, не проблема. Просто, ну, будет заглубить их побольше, и стебли уже пойдут, пойдут корешки. То есть я заглублю не по горшок, а чуть, ну, туда глубже, и из этого стебля по итогу пойдут корешки тоже растут. С какого месяца начался их жизненный путь в семечке, когда ты? Первое апреля. То есть мне хватает вырастить рассаду 30 дней. Вот за 30 дней я выращиваю хорошую рассаду. Этой уже около 40. То есть на 10 дней это уже переросло. Она вот в продаже у тебя? Через интернет можно, в частности? Не через интернет. Мне уже, ну, как бы давно занимаюсь. У меня уже есть люди, которые заказывают определенное количество, и я им готовлю. Ну, это все моя рассада, а их рассада вон там стоит. И что здесь обогреватель у себя, да? Все-таки мы добавляем. Да, на дне, во-первых, здесь теплый пол, и все это регулируется вот этой розеткой. Там щуп, который идет сюда вот к горшкам, и он замеряет температуру. Да, как температура падает, он включает нагреватель и теплый пол. То есть заморозки, были же минус пять, минус шесть вот у нас. Да, держит вообще легко. Все четко, да? Просто, просто в теплице. Ну, здесь еще сверху полиэтилен и укровной накрывается, то есть они не просто так стоят. Вообще, расскажи свой путь. Ты с сельским хозяйством не с самого начала связан. Изначально я повар. Вот. Кончил училище в Москве, отучился, устроился на нормальную работу. Вот. Но потом что-то внутри щелкнуло, решил поехать на природу, пообщаться с растениями. Тоже очень заинтересовался всем культивацией, агротехникой. Потихонечку стал развиваться, построил вот четыре теплицы. Почему растения водствуют? Ну, на земле, когда живешь, можно, там, курочек, там, все что хорошее. Нет. Во-первых, я убивать, наверное, не смогу, чтобы вот там вот курочек всяких. Не знаю. Все-таки, мне кажется, растения ближе мне. Вот. Потому что, вот, ну, понял весь фокус-фокус фотосинтеза приблизительно. Вот. И все более-менее получается. А что ты понял, расскажи. Ну, как усвояются элементы, какие элементы блокируют другие. Там вообще очень такая глубокая тема. Сейчас мы за кадром поговорили, что воду из скважины, из моей, из любой скважины в нашей области, оказывается, поливать не очень хорошо, потому что в ней богато содержание кальция, который блокирует калий. Как вам такой нюанс? Все верно, да. Поэтому вот собираю дождевую воду с самого начала. Поэтому мы собираем дождевую. Это точка сбора дождевой воды? Да. Это вот сейчас за сколько? Там и снег таял? Да, и снег сюда клал все. А, скидывал, да. Скидывал снег с крыши, вот то, что нуло, вон еще целый куб. Для меня это очень важно, вот эта штука. Потому что, когда из скважины беру, все-таки томатам не очень нравится. А вот дождевой они обожают. Такой цвет необычный, как будто с глиной она. Но это не так, да? А я вот, да, вот как раз прочитал, это первый год произошло. Она покраснела, стала вот на лед такой, как кровь прям. И вот это вот водоросль, которая распространяется через дождь. Вот есть такая тема, как кровяные дожди, можно там почитать. Вот, это просто водоросль. Изначально она зеленая, но стоит ее там охладить или перегреть, она вот в качестве защиты краснеет. Вот такой вот у нее там происходит какая-то хитрость. Здесь это водоросль? Да. Водоросль падает с неба, с каплями дождя? Да. А как она там, вот? Ну, видно, как-то ее подняло. Но вот неспроста же вот эти кровяные дожди иногда проходят. Как-то, значит, она поднимается. Теплица номер два. Это уже следующий адрес, да, куда они попадают? Да. Вот осады сюда приезжают? Да. Почему форма отличается? Здесь такая, там другая. Экспериментируешь тоже или это... Нет, ту теплицу мне сварили, потому что вот так или иначе я вот, ну, ухожу от дуг, потому что они не такие удобные. Во-первых, вот с этой стороны, если там большая площадь, там можно индетерминанты, воскорослые посадить томаты. То есть здесь, как правило, по бокам я низенькие сажаю вот такие вот. Угу. Невыгодная форма, да? Не советуешь? Ну, не то, что не советую. Для дачи это вообще нормально. Я просто немножко как бы более занимаюсь. Я про эту технологию, я ее видел в основном на клубнике. Вот эту технологию. Ты ее применяешь. Это антисорняк, так можно назвать? Ну, грубо говоря, да. И он же утепляет, да? За счет черного цвета. Ну, знаешь, кстати, вот это обманка. Здесь только нагревается поверхность, но земля под ней она нет. Он ее не греет, это точно. А, это миф. Это что ты, зачем тебе? Я думал, что отсюда тепло идет сначала вообще. Нет, это вот такая супер штука, я ей делаю лунки. То есть вот так втыкается. Берем заметочку, уважаемые зрители. Лайкосики по отпусике. Вот так вот. И все, пожалуйста, кругленькая, хорошенькая лунка появилась. Да, шикарно. И вообще не в напряг, да? И не в напряг. Вот здесь вот сажал морковку. И вот такой вот маркер в этом году собрал. Он просто прикладывается к земле вот так. И лунки делаешь тоже, да? Да, разровнять только надо. Вы прямо вот ногой вот так встаешь по-деревенски, хоп. И, грубо говоря, потом поднимаешь, и у тебя, ну, когда ровная земля, каждая дырочка будет видна. Туда кладешь каждую гранулу. Она маленькая. В гранулах я использую. И все. И потом не полоть ничего. И морковь, она как бы уже расстояние есть, она получается вообще идеальная. 7 на 10, наверное. 7 на 10. Угу. А это в прошлом году здесь рос арбуз. А. Там на дне дырочки. Наливаешь в эту баклажечку, и вот корни питаются. Это мы сейчас переходим к методике арбуза, как выращивать в Турской области. Правильно я понял? Ну, да. Это вот прошлый год. Я еще не убрался. Вот это от него побеги от этой? Ну, да. Это был арбуз. Но он не простой, он привитый на лагинарию, на тыкву. Пока не сезон, пока это делать рано, но для нас, для от сахи до сахи, нам покажут как вырастить арбузы в Тверской области. Это вообще не просто, но это получается у этого человека. Вообще надо это все в стерильных условиях, потому что вот если чуть-чуть земли на прививку попадет в сам разрез, он сгниет. Это я обычно делаю все в перчатках, все у меня очень. Ну, сейчас попробуем. Нет у тебя? Нет, перчаток нет, ничего. Ну что, в целом я готов. Главное, главное, смотрите, из-за вас арбуз может пропасть. Поэтому пишите, узнавайте. Давайте по пунктам подробно расскажем. Это арбуз? Да. Это тыква? Да, это лагинария. Лагинария. А лагинария это чего? Это бутылочная тыква, вот такая вот штука. А, вот она. Да, вот это с прошлого года. Мы получаем, это не гибрид называется, как это называется? Нет, это не гибрид, это просто прививка, да. И мы мультиплицируем их положительные качества. Арбуз нам дает вкуснятину, лагинария дает крепкую относительно корневую систему. Зимная стойкость, да? Да, морозостойкость. Морозостойкость, да. Холод выдерживает. Вот такой метод. Смотри, короче, здесь такая тема. Называется эта прививка язычком. Надо разрезать до половины стебля, да, наискосочек, чтобы у тебя появился такой язычок. Зря мы, конечно, на ветре это стали делать. Здесь все очень надо делать аккуратно, потому что можно срезать. Вот, вот, посмотри. Видишь, появился язычок такой, да? Вижу, да. Да. Теперь берешь арбуз и сделаешь язычок только наоборот. Этот сверху вниз, а этот… То есть, вот, появляется вот такая вот штука. Вот он, язычок. Да. И теперь этот язычок. Корневую сюда углубляешь. А, корневую углубляешь тоже. Да. И вот этот язычок вставляешь вовнутрь. Выглядит как… Получается вот такая конструкция. Все, прививка готова. Затем это ставится все под лампу на пять дней, чтобы они срослись, сами эти прививки все срослись. После пяти дней начинаешь стебель арбуза мять, чтобы он переставал питаться от собственного корня и переходил на корни лагинария. Здесь вот, кстати, еще… Отрезать нельзя, да? Как-то угнетать потихонечку. Да, угнетаешь в течение пяти дней. Ну, каждый день там подходишь, потихонечку умнеешь, а потом он сам отваливается. Здесь еще важная часть – удалить точку роста у тыквы. Вот этот вот самый вот кончик. Все. У тыквы мы угнетаем верхушки, у арбуза корешки. Да. Чтобы, короче… Чтобы вы поняли. А тыкву в процессе надо оставлять один лист. Вот один лист вырезать и на протяжении всего сезона его поддерживать, потому что она так работает лучше. Листик еще, это семидольки называется, а здесь будет настоящий лист. Видишь, как у арбуза такой же. Вот его один оставляешь и все, весь сезон его держишь, все остальное вырезаешь. Отрезать просто? Да. То есть, ну, просто корневая система остается от тыквы. По такой методике какие у тебя были результаты самые максимальные? Было, блин, очень много. Я как-то, ну, когда вот только я увлекся, я посадил сразу 600 растений. Вот 600 раз я так сделал. Они по вкусу… Знаешь, я тебе вот по-честному скажу, все зависит от сезона. Если июль будет холодный, он будет такой, как тебе сказать, он будет с настоящим вкусом, но не настолько сладким. Вот. Но если июль, ну, там теплый, то есть, это будет обычный арбуз. Единственное, какая штука я заметил, он менее красный, но по сладости он будет опережать. То есть, у меня вот прям были видосы тоже, я брал арбуз, в него втыкаешь и он лопается. Это вот для меня уже показатель. И вот запах, даже вот то, что покупаешь в магазине, этот раскрываешь и все, у тебя прям вся комната начинает пахнуть. Я в магазине вообще, последние 2-3 года я не брал хороших арбузов, я не видел, где их брать. Ты же методом тыка, вот в чем трагедия этого фрукта, вообще, этой ягоды, да. Ты не знаешь, как взять, ну, он очень красненький, ты потрогал, как по методике, ну, погоди, там, поделал. Ну, оно не спасает, оно все равно, ты не купишь идеальный арбуз. Не знаю, ну, не тратят, наверное, их арбузы. Не тратят сто пудов, говорю. Ну, вот именно, да. И я даже прям ощущаю, вот такая кислота во вкусе появляется. Это, мне кажется... Металлический привкус, да, да, да. Есть такое дело. Поэтому, может быть, вот это наш метод съесть вкусные арбузы в этом следующем любом году вообще, если у вас есть. Даже небольшой же грядки хватит. – Да. Но, вот я точно знаю то, что... – Сколько он на реал займет, вот я не знаю. – Вот этот арбуз займет очень много, на самом деле. Вот в чем еще отличие? Из-за того, что вот даже на первых парах будет видно, что прививка работает. Листы будут получаться намного жирнее, чем у обычного арбуза. То есть он прям, вот знаешь, как качок выглядит. Вот эти вот листья прям громадные такие. Вот. И оно, естественно, забирает очень большую площадь. Ну, вот, грубо, на том квадрате были, там шесть штук растет их. – Бенни тоже по той же методике? – На дыне другой привой. Я дыни никогда не прививал. Я их выращиваю как огурцы, просто под пленкой. Но здесь тоже 50 на 50 то, что получится. Вообще уже есть для них специальные семена, на которых вы прививаете. Здесь, грубо говоря, лагинария. Вот. Ну, как бы технология уже как бы стрельнула вверх. Они уже специальные, вот специальные тыквы, специальные привои. Вырубит или специально там для арбуза есть, для огурца. Вообще в Китае это везде. – И вот лагинария, она тебе нужна только для того, чтобы привить к ней арбуз, да? – Да. – В целом она больше никуда не идет. – Да. – Вот так вот это работает. Вообще комбинация какие-то, какой-то природный тетрис получается. Мне вот интересно, как все-таки человек с хорошей работой берет, ну, собирает все. Ты сюда приехал не просто так, да? Не на пустое место здесь? У тебя предки отсюда, да? – Ну, здесь ничего разработано не было. Вот эти вот только несколько грядок и все. Остальное все, конечно, делал сам. А почему поехал? Наверное, суета московская надоела. Во-первых, менталитет людей там изменился в Москве. Вот. И как-то мне вот это вот движуха, муравейник. Я вот прямо вот приезжаю, ну, порой погостить домой, в Москву туда. И, ну, мне сразу хочется вернуться. Я вот люблю просыпаться, чтобы что-нибудь зелененькое за окном было. Чтобы поменьше машин, поменьше вот суеты, вот это метро, все джжжжж, какие-то вот работы. Мне вот спокойненько. Хоть, на самом деле, я вот стою в шесть. В Москве ну, вставал так же. Ну, вот по сезону, когда я занимаюсь. Вот сегодня я проснулся, например, вообще в пять с чем-то. Я вышел, уже начал ковырять. Но я это делаю как себя для радости души. Я не в напряг это делаю. То есть у меня нет никакого там работодателя, который ты обязан. Вот я вот сегодня захотел, одну теплицу сделал. Завтра проснусь, сделаю вторую. То есть у меня вот так вот все философское, короче. Да. В целом, если через пять лет вот так можно планировать, говорят всякие коучи. Ну, если пофантазировать, чего бы ты через пять лет уже планируешь достигнуть? Ох, ну, у меня, знаешь, у меня такие… Я хочу создать, во-первых, пять сортов, вывести. То есть не гибриды. Гибриды я уже создавал. А теперь я хочу, как бы, немножко свои знания увековечить. Вывести пять сортов. Для этого надо шесть лет. Шесть циклов. Шесть-семь циклов провести, чтобы вывести сорта. Вот, ну вот, об этом на данный момент я планирую. Ну, а мечта, конечно, бы хотел построить, наверное, большую какую-нибудь теплицу. Не вот четыре, а вот просто вот большую. Ну, и, наверное, толкнуть получше семена. Вот, то есть денег в целом мне хватает. Но если будет чуть-чуть побольше, я не против. Да. Музыка